Почему отрицание теории эволюции преподносят как протест против развития и прогресса? Слово «эволюция» за последние годы использовалось в нескольких значениях. Например, в социальной сфере в значении человеческого прогресса и технологического развития. Нет ничего страшного в том, что слово «эволюция» употребляется в таком ключе. Несомненно, человек будет использовать свои знания, опыт и силу для развития с течением времени. Банк человеческих знаний будет пополняться от поколения к поколению. Если не брать во внимание теорию эволюции в аспекте объяснения случайного возникновения жизни, то в любом другом значении она не конфликтует с фактом сотворения человека и других живых существ. Эволюционисты все еще задействуют простую игру слов в своих утверждениях, смешивая истинную концепцию с вымышленной. Например, верно следующее утверждение. Исходя из того, что человек как социальное существо живет на Земле очень давно, его знания, культура и технологии находятся в постоянном развитии. Следует помнить, что тем не менее, период регрессии также может иметь место, как и прогресс. С точки зрения социологии были времена, когда человечество испытывало периоды застоя и спада. Однако утверждения наряду с развитием и прогрессом человечества развивались и видоизменялись живые существа абсолютно ложно. Хотя абсолютно логично и правильно с точки зрения науки утверждать, что человек как существо мыслящее увеличивает свои знания, передавая их от поколения к поколению. Таким образом, он находится в прогрессе постоянного развития и абсолютно неверно говорит, что живые существа развивались и эволюционировали вследствие случайного стечения обстоятельств в естественных условиях без вмешательства контролирующего сознания. Имена выдающихся личностей в мире научной мысли принадлежат к реационистам. Сколько бы ни старались эволюционисты соотнести свою теорию с понятием инновация и прогресс, история свидетельствует о том, что настоящими инициаторами новшеств и прогресса были ученые, верующие в божественное творение. Мы можем увидеть дела таких верующих ученых в каждой сфере, где имеет место научный прогресс. Леонардо да Винчи, Коперник, Кеплер и Галилео, открывшие новую эру в астрономии. Кувье, основатель палеонтологии. Линней, основатель современной системы классификации растений и животных. Исаак Ньютон, открывший закон гравитации. Эдвин Хаббл, открывший существование галактик и расширение Вселенной. И многих других ученых, верующих в Бога и в то, что Вселенная была им сотворена. Один из великих ученых 20 века Альберт Эйнштейн говорил, «Я не могу себе представить ни одного гениального ученого, который бы не обладал этой глубокой верой». Это можно выразить и так. Наука без веры слаба. Немецкий ученый Макс Планк, основатель современной физики, говорил, «Тот, кто серьезно занимается любой научной работой, знает, что над входом в храм науки начерчены слова. Ты должен иметь веру. Это то, без чего не может обойтись ни один ученый». История науки свидетельствует о том, что прогресс свершался руками ученых-креационистов. Также благодаря развитию науки в 20 и 21 веках мы стали свидетелями бесчисленных доказательств о существовании божественного начала. Открытия современной науки и технологии свидетельствуют о том, что Вселенная появилась из ниоткуда. Другими словами, она была сотворена. Научным миром было признано, что Вселенная появилась и далее развивалась в результате одного единственного взрыва. Таким образом, модель бесконечной Вселенной, не имеющая начала и конца, которые апеллировали материалисты в 19 веке в условиях научного примитивизма того времени, была разрушена. Как сказано в Коране, Вселенная имеет начало и границы, и расширяется во времени. Коран говорит об этом следующее. «Я ищу защиту у Аллаха от сатаны. Неужели неверующие не видят, что небеса и земля были единым целым? И что мы разделили их и сделали их водой всякую вещь живую? Неужели они не уверуют?» Коран, 21 сура, 30 аят. «И что мы сделали их и сделали из воды всякую вещь живую? Мы воздвигли небло благодаря могуществу, и мы его расширяем». Коран, 51 сура, 47 аят. Прогресс в науке 20 века снова позволил сделать открытия, говорящие о том, что жизнь на Земле была спроектирована. Например, электронный микроскоп позволяет изучить структуру клетки, мельчайшую частицу любого живого существа, так же, как и все части, из которой она состоит. Открытие ДНК показало, что клетка – продукт неиссякаемого интеллекта. Биохимические и физиологические открытия демонстрируют безупречность работы, произведенной над телом, на молекулярном уровне и великолепии его дизайна, которому сложно найти объяснение, кроме как сотворения. В противовес вышесказанному нужно еще раз отметить, что фундаментом для возникновения теории эволюции было то, что состояние науки не было развито на должном уровне 150 лет тому назад. В заключение стоит сказать, что нельзя рассматривать тех, кто верит в сотворение и постоянно находит новые доказательства своей веры, как людей, противостоящих прогрессу, развитию и науке. Наоборот, такие люди являются ярыми сторонниками продвижения науки. Переживать стоит за тех, кто не внимает научным открытиям и защищает теорию эволюции, которая представляет собой не больше, чем беспочвенный вымысел.